Уважение к пожилым, обычаи, свойственные нашему народу. По таким девизам, начиная с 2019 года, в Узбекистане ежегодно в первые дни октября проводятся недели пожилых людей. Это предусмотрено постановлением правительства номер 816 от 27 сентября 2019 года о мерах по дальнейшему повышению роли в обществе и социальной активности представителей старшего поколения. В рамках недели во всех городах и районах страны, в том числе и в Алмалыке, проводится множество мероприятий. Организовываются духовные, просветительские и культурные беседы, соревнования по массовым видам спорта, благотворительные акции с привлечением старейшин, встречи ветеранов труда, находящихся на заслуженном отдыхе с молодежью, а также в сотрудничестве с отделами дошкольного и школьного образования, Общественным советом старейшин организовываются классные часы в учебных заведениях для популяризации богатого и образцового жизненного опыта, практических знаний и навыков старейшин. Алмалыкское городское отделение фонда по поддержке общественной деятельности ветеранов Республики Узбекистан в ходе тематической недели также организовало множество акций, направленных на поддержку пожилых людей и повышение их социальной активности. 9 октября представители городского отделения фонда, активисты Совета старейшин Алмалыка побывали в учебных заведениях города. Были проведены беседы с учащимися специализированной государственной общеобразовательной школы номер 19 и Алмалыкского горно-металлургического колледжа, в ходе которых почетные гости рассказали ребятам о своих трудовых биографиях, призвали юношей и девушек старательно овладевать знаниями, языками, основами профессий, чтобы стать достойными гражданами независимого государства, ставящего перед собой высокие цели. И цели этих можно добиться только с помощью современной молодежи, в руках которой будущее нового Узбекистана. Любовь к родине, уважение к старшим, почитание национальных традиций закладываются в самом раннем возрасте. Потому в рамках недели пожилых людей в дошкольно-образовательной организации номер 16 была организована встреча самых юных граждан с активистками школы бабушек, которые, пообщавшись с малышами, рассказали о том, как важно уметь читать, и подарили детворек книги. А благодарные воспитанники Доу прочли уважаемым гостям стихи, которые они изучают на занятиях в группах дошкольной организации. В этот же день членами городского отделения фонда «Нурани» была организована благотворительная акция. Представители Совета старейшин четырех городских секторов Артыкой Худжамкулова, Джурафа Зюлаев, Сахавадзия Вединова и Батыр Довранов приняли участие в конкурсе по приготовлению коронного блюда узбекского стола ароматного рассыпчатого плова. И пока Ушпа заколдовали над казанами, женский фольклорный ансамбль под руководством Саиды Бегматовой поднимал всем настроение, исполняя полюбившиеся в народе музыкальные произведения. Подводя итоги конкурса, было отмечено, что каждое блюдо было очень вкусное, а потому каждому участнику были вручены подарки от спонсоров. Приготовленным пловом организаторы угостили старейшин и пожилых пациентов городской больницы. А также активисты фонда Нурани совместно с представителями благотворительного фонда Красного полумесяца навестили Алмалыкчан с ограниченными возможностями и старейшину Махалиду Слих Углойху де Бердееву, который исполнился 101 год. Организаторы пожелали здоровья и вручили им подарки и угощения. Таким образом, в ходе «Недели пожилых людей», проводимой по инициативе президента страны, старшему поколению в очередной раз напомнили, что его здоровье и благополучие на особом контроле государства, которое прилагает все силы, чтобы обеспечить достойные условия жизни гражданам независимой Родины.